Бесплатные вебинары для руководителей. Эксперты по построению бизнеса расскажут новые сценарии онлайн-продаж, современные возможности интернет-маркетинга, как продавать в соцсетях и мессенджерах, как контролировать сотрудников на удаленке и как организовать онлайн-офис. Делайте бизнес прибыльным для себя и надежным для своего клиента. Друзья, добрый день. Приветствую вас на вебинаре компании 1S Bittrex. Мы действительно регулярно проводим разные мероприятия с направленностью про бизнес, про продажи, про онлайн-продажи, про организацию процессов. Сегодня мы говорим про оптимизацию бизнеса. Тема важная, серьезная, во время, когда вокруг неспокойно, турбулентно, не очень предсказуемо. Нужно быть уверенным, что бизнес останется на плыву, что все будет окей. И вот как это сделать, как быть больше уверенным в том, что все у вас с расходами отлично и не страшно в ближайшем времени будет, мы сегодня поговорим. Семь способов оптимизации бизнеса. Мы сегодня двумя спикерами будем освещать тему. Будем освещать немножко с разных сторон. С точки зрения того, что нужно делать с финансами, с деньгами, как с ними обращаться вообще, где стоит приложить усилия, куда направить фокус, чтобы не потерять деньги, чтобы сэкономить, чтобы быть быстрее. Со второй точки зрения будем говорить про Bittrex 24, как инструмент помогает быть оптимизированным. Меньше тратить денег, меньше тратить времени, лучше работать с клиентами. И вот в двух частях мы сегодня будем об этом рассуждать. Немножко организационных моментов, друзья. У нас есть волшебный чат, туда можно отправлять сообщения, пожалуйста. Это сообщения какие? Вопросы к спикерам, которые в текущем режиме вещают и освещают тему. Не стесняйтесь, вопросы можно бросать. Второй момент. С нами сегодня наши партнеры, которые отлично знают Bittrex 24, отлично знают, как помочь вам освоить этот продукт. Поэтому, если у вас вопросы к Bittrex 24 есть, тоже добро пожаловать в вкладку «Вопросы» или в вкладку «Чат» и задавайте вопросы совершенно спокойно. Значит, давайте мы перейдем непосредственно к теме. Меня зовут Михаил Беляев, я буду сегодня с вами ближайшие полтора часа. Вот такой у нас тайминг. Но начну сегодня не я в качестве спикера, начнет сегодня наш приглашенный гость. И я с удовольствием представляю вам Александра Апанасьева из команды «Нескучные финансы». Александр, появляйся, пожалуйста. На самом деле, мы достаточно давно знакомы, и это, наверное, не первый эфир, когда мы вместе рассказываем про важное и серьезное. Я поэтому совершенно легким сердцем доверяю вас на ближайшее время. И про финансы лучше, ну, вряд ли кто-то рассказывает. Поэтому прошу. Да, спасибо всем, Михаил. Спасибо за приглашение. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Как меня видно, как слышно? Все ли со связью хорошо? Там, либо поставьте плюсик. Да, супер. Слышно, видно. Классно. Да, мы с вами поговорим про финансы. Сейчас я открою презентацию. Вот, я даже намеренно название чуть-чуть скорректировал, чтобы появилось больше интереса, потому что, когда мы говорим оптимизация расхода, то не до конца понятно, зачем. А вот когда мы говорим про то, как оптимизировать расходы для того, чтобы увеличить прибыль, то тут появляется энергия. Вот перед тем стоит такая задача, можете добавить огня, кто вообще в целом глобально в рамках своего бизнеса решает задачу повышение прибыльности, да, то есть повышение его эффективности. Давайте добавьте огня. Кто любит прибыль, кто любит ее зарабатывать, потому что в целом, как говорит мой учитель по менеджменту Питер Друкер в своих книгах, что прибыль – это требование бизнеса, и мы обязаны быть прибыльными для того, чтобы мы имели возможность, в принципе, приносить пользу нашим клиентам, да. Вот, и так как это наша задача, мы должны сами над этим работать регулярно. И в рамках этой лекции у меня с вами есть 45 минут. Мы коротко пройдемся по тому, как оптимизировать расходы без ущерба для бизнеса. Поделюсь с вами основными идеями, принципами, которыми надо руководствоваться, потому что очень часто бывает такое, что предприниматели так не оптимизируются, что потом мало не покажется. Как взять расходы под контролем и не потратить лишнего, да, то есть мы с одной стороны поговорим про оптимизацию расхода, с другой стороны, как сделать так, чтобы не потратить лишнего, как поднять доходы по тех же ресурсам и ресурсам, какой показатель может кратно повлиять на рост прибыли. Продемонстрирую вам такой инструмент, как финансовая модель, которая обычно помогает нам с вами увидеть возможности и точки роста, да, и как разморозить деньги компании, если вдруг у вас компания, которая занимается там торговлей, продажей, да, и вы в том числе решаете вопросы продаж, тоже мы этот момент разберем. Вот такой у нас с вами план. Давайте, ну, давайте коротко тоже познакомимся. Значит, еще раз, меня зовут Александр Афанасьев, я представляю компанию «Нескучные финансы». Компания существует больше пяти лет. Мы предоставляем малому бизнесу независимого финансового директора на авторси в онлайне. На сегодняшний день в портфеле нашей компании 373 организации. Мои ключевые компетенции, которые, ну, по вопросам, к которому можно ко мне обращаться, это менеджмент. Я профессионально изучаю менеджмент и управленческий учет. То есть я считаю, что менеджмент, финансы, управление людьми – это такие фундаментальные базовые вещи, которые нужно знать, и это то, что помогает компаниям действительно системно масштабироваться, расти. Нас также часто приглашают на разные площадки, я чему искренне рад, и спасибо организаторам за приглашение на это мероприятие, потому что действительно, чем больше предпринимателей управляют финансами, тем компании действительно становятся более устойчивые и прибыльные. У нас в компаниях сегодня работает больше 280 человек, мы полностью работаем в онлайне, у нас нет какого-то физического офиса, у нас собрана команда топ-менеджеров с привязкой за результат чистой прибыли, и, соответственно, в том году мы выполнили цель по прибыли в 100%, то есть это тоже говорит о достаточно высоком уровне управления нашей компанией. Будет классно, если вы тоже в чате напишите, как вас зовут, чем вы занимаетесь, какого города, давайте с вами установим контакт, связь, интерактив. Значит, если какие-то у вас будут в процессе, тоже появляются вопросы, вы их пишите, я буду по ситуации смотреть, если будет в контексте, я буду отвечать сразу, если нет, то я отвечу в конце вебинара, выделим там 5 минут. Да, вот Елизавета, маркетолог Екатеринбург, круто, да, напишите, кто откуда, я представился, вот тоже будет круто, если мы с вами тоже познакомимся. Вот, ну и как я уже ранее сказал, оптимизация расходов на самом деле, это как хирургическая операция на самом деле, потому что я видел огромное количество предпринимателей, компаний, которые, знаете, вот когда происходит какая-то ситуация, да, там, на рынке, еще где-то, они начинают судорожно, срочно вот резать косты, да, и вот часто мы слышим такое, надо резать косты, и идут действительно так режут косты, что потом компания, ну, действительно, долго, долго отходит, теряют людей, теряют прибыли, и в итоге компания откатывается там на годы назад, и теряет возможность расти, развиваться. И, конечно, мы с вами должны, мы должны 100% с вами заниматься оптимизацией расходов, но давайте вот я говорю основные идеи, которые нужно нам с вами держать в голове, когда мы с вами сидим перед нашим отчетом о прибылях и убытках или отчетом о движении денег, смотрим на наши статьи и принимаем решение, что мы делаем с этой статьей расходов, сокращаем, не сокращаем или увеличиваем, да. Значит, ну, во-первых, надо держать идею в голове первую, что нужно сокращать расходы без ущерба для качества. Обратите на это внимание, да, то есть еще раз, мы с вами создаем продукт, этот продукт мы предоставляем нашим клиентам, и у клиентов формируются определенные ожидания в отношении того, что мы для них делаем. И что важно понимать? Важно понимать, что когда вы хотите какой-то расход сократить, или, там, не знаю, уволить человека, надо понимать, а как это скажется на качестве, ухудшится или нет. Потому что бывает такое, что мы, не знаю, там, все, там, не знаю, переходим на другого поставщика, у него, там, в полтора раза дешевле, но потом в краткосрочной перспективе мы радуемся, мы получаем прибыль больше, но в долгосрочной перспективе почему-то клиенты начинают от нас уходить, они начинают на себе чувствовать, что качество упало. Поэтому, когда мы с вами смотрим на расходы, мы думаем, вот сокращение этого расхода, ну, как повлияет на качество. Дальше, когда мы с вами сокращаем расходы, нужно держать в уме, что компания – это как единое целое, это как организм. И вот, по большому счету, вот, кто-то, может быть, там, слышал, да, сталкивался, там, с китайской медициной, там, не знаю, вам в пятку иглу вставили, как бы вы там, в итоге у вас там сердце лучше работать начало, там, ну, или что-то еще, я не знаю, детали, нюансов. Но важно понимать, что компания – ровно такой же социальный организм, где работают люди, есть разные подразделения. И сокращая расход в одном подразделении, нужно понимать, как это скажется на потоке компании, как это скажется на других. Допустим, может быть, вы решите сократить расход на найм, например, да, но в итоге это негативно скажется на отгрузках, там, вашей продукции, да. То есть надо смотреть, что компания – это как единое целое. Поэтому смотрите на этот, ну, на расход, задавайте себе вопрос, не скажется ли это негативно на каком-то другом подразделении нашей компании. Потому что если, опять же, вы сократите, похлопайте в ладоши, и будет все классно, денег сэкономили, но потом, опять же, в другом подразделении это может как-то аукнуться и сказаться. Третье, когда мы с вами смотрим на расходы, нужно задавать себе вопрос. То есть смотрим с инвестиционной точки зрения и задаваем вопрос, что я покупаю, да, потому что к расходам нужно, вот я как предлагаю относиться, по большому счету, все расходы, которые несет компания, это усилия, которые мы прикладываем для роста доходов. И, соответственно, как бы надо смотреть на расходы, понимать, что я за эти деньги покупаю. И нужно направить внимание на продуктивные и непродуктивные расходы. Соответственно, продуктивные – это то, что мне приносит доход, то есть это то, что способствует, является вкладом увеличения дохода. Если есть расходы, которые непродуктивные, и вы понимаете, что что-то какой-то, условно, расход паразит, он никакой пользы не приносит, то можно смело, конечно, эти расходы сокращать. Поэтому задавайте себе вопрос, это очень хорошее упражнение, на самом деле, просто типа, что я покупаю? Хороший вопрос. И когда вы смотрите на расход, там, не знаю, смотрите на подписки, например, оплачиваете какие-то, или там, не знаю, там, услугами, чем подрядчиков пользуетесь, лишний раз не будет провести ревизию и задать вопрос, что является предметом обмена, ну, с тем или иным подрядчиком, или, ну, у кого я что покупаю. Вот, поэтому, вот мы с вами должны исходить из этой идеи. Это вот прям рекомендует слайд, прям, не знаю, сделать скрин, или там, в принципе, презентацию, я думаю, организаторы тоже предоставят, я с удовольствием ее вам дам. Вот, но когда вы будете проделывать эту работу, да, то вот тоже можно вот сделать в такой форме, да, то есть у вас как было, стало, да, и просто вы выгружаете все свои статьи, идете по каждой статье расхода и смотрите, насколько вы оптимизируете этот расход. Когда, ну, наступают разного рода кризисы, вот у нас, ну, большой пароль клиентов, и мы тоже нашим финансовым директорам ставим задачу, чтобы они вместе с клиентами прошлись и провели эту операцию. И знаете, это реально доказательство своего рода усушка, потому что компания, когда растет, действительно нормально это так получается, что в компании появляются всякие расходы, которые, как бы, может быть, раньше они были полезны, сейчас перестали быть полезны. И вот такую оптимизацию по-хорошему надо проводить регулярно и запускать как процесс, да, но при этом, ну, очень внимательно со своим финансовым директором по каждой статье проходиться с командой, с топ-менеджерами и искать. И вот когда мы даже просто проводим с нашими клиентами подобную процедуру, руководствуясь этими там базами, там, тремя-четырыми идеями, то есть у них там, как правило, там на 15-20% просто компания без ущерба сокращает расходы. Особенно, когда в компании выручки там десятки миллионов, сотни миллионов, то можно подумать, что это вполне себе хороший рычаг. Просто потратить на это там два часа времени своего вместе с финансовым директором и в целом все должно быть хорошо. Вот, и мы с нашим финансовым директором тоже регулярно проводим эту работу. Если говорить про, ну, рост прибыли, то есть как мы еще можем с вами повлиять, да, на прибыль. То есть, конечно, мы с вами с одной стороны смотрим на то, как оптимизироваться, но с другой стороны, конечно, мы не должны забывать про то, а что нам приносит доход, да. И нужно исходить, опять же, из контекста, то есть ситуация меняется, наступают разного рода кризисы, и когда меняются ситуации, у наших клиентов меняются предпочтения и потребности. И самое время подумать о новом продукте, например, да. Например, вы, не знаю, оказываете какую-то одну услугу. А, кстати, напишите в чате, кто что предоставляет, то есть, ну, услуги, да, то есть, допустим, мы занимаемся предоставлением услуг. Или, может быть, у вас там какой-нибудь торговый бизнес, производство, просто напишите в чате, чтобы я посмотрел, какое соотношение, да. Вот почему я спрашиваю, потому что, допустим, мы, когда тоже столкнулись там с ситуацией, то мы задаем себе вопрос, а что мы можем дать нашим клиентам, да, то есть, дополнительно, и действительно у клиентов появляются, ну, новые потребности. И вот надо вот эти потребности разглядеть, пообщаться с ними, послушать их, и, может быть, вам придет в голову какой-то интересный продукт, который вы раньше не делали, но этот продукт очень востребован будет, да, то есть, изменить, произнести изменения в продуктовую линейку. Так, услуги, торговля, строительство. Да, вижу, что тоже разные категории клиентов. Супер. Ну, в любом случае, когда я, то, о чем я говорю, я говорю про базовые идеи, да, еще раз, как бы тут нет какой-то специфичной специфики, это относится в целом ко всем типам бизнесов. Дальше. Что еще можно сделать, и я думаю, что это тоже немаловажная штука, хотя ее очень часто почему-то упускают из вида, это провести работу с постоянными клиентами. То есть мы постоянно, когда что-то там случается на рынке, в мире, мы всегда направляем внимание на наших постоянных клиентах и с ними общаемся. То есть мы с ними общаемся, спрашиваем, изменились ли потребности, может быть, нам нужно самим что-то пересмотреть. То есть мы прям идем и открыто общаемся с нашими клиентами. Потому что бывает такое, что сначала, вот особенно меня поймут ребята, которые оказывают услуги, вот мы прям видим это изменение, да, когда клиент начинает с нами работать, и у него есть чувство такого, знаете, обмена, да, то есть ну либо равноценный обмен, либо он чувствует вау, особенно когда мы там систему им устроим. Но потом на протяжении времени вот это вот чувство обмена с превышением, допустим, оно падает, и возникает равноценный обмен, или потом наоборот начинает чувствовать, что что-то я не понимаю, за что плачу. Поэтому надо всегда держать связь со своими клиентами и прям с ними разговаривать и спрашивать, все ли устраивает, какую я ценность могу для тебя еще сделать, да. То есть потому что зачастую за те деньги, которые, допустим, нам платит клиент, может быть, потребность измениться, и сам состав услуги может измениться. Поэтому тоже обращайте на это внимание, усиливайте отношения с клиентами, потому что еще раз, в отношении маркетинга-продаж мы тоже с вами чуть-чуть коротко об этом поговорим, но в целом важно понимать, что сохраненный клиент, которого вы уже купили раньше, да, вложили в рекламу и привлекли, он намного выгоднее, чем постоянно гнать трафик и постоянно гнаться за новыми клиентами. Вот, это, ну, с одной стороны. С другой стороны, конечно, нужно усиливать поиск новых клиентов, от этого мы с вами тоже никуда не денемся, особенно сегодня мы с вами столкнулись с ситуацией, когда там подключали рекламные кабинеты, и мы-то в своей компании тоже всем коммерческим блоком справляемся с этой ситуацией, тоже ищем, привлекаем клиентов, да. Поэтому, когда мы говорим с вами про создание нового продукта, то есть задайте себе вопросы, кто наш клиент для кого-то, мы этот продукт делаем, что сейчас для клиента актуально, какой основной барьер есть, да, у клиента, ну, который, там, он не может, допустим, решить какую-то проблему, и как надо поменяться, как оффер дать, чтобы глупо было отказаться. Это вот в отношении, ну, нового продукта. Смотрите, я тут это сформулировал в виде вопросов, и очень часто даже нам даже надо искать не то, чтобы ответы, да, вот вы, допустим, смотрите сейчас мое выступление, и вам в первую очередь надо смотреть на то, какие вопросы могут вас продвинуть, поэтому тоже, ну, можете вопросы для себя записывать, потому что они очень ценные. То есть, допустим, у меня один из моих, самых мощных, сильных, продвигающих вопросов, которые я себе всегда задаю по отношению к клиентам, он звучит так. Какую ценность я могу давать клиенту, которая в десятки раз превышает ту цену, которую он платит? И вот этот вопрос всегда направляет и мой фокус внимания, и фокус внимания команды на то, чтобы постоянно улучшать наш продукт. Вот поэтому тоже используйте эти вопросы, ну, по отношению к своему бизнесу, да. Ну, пообщаться с постоянными клиентами, я уже прокомментировал, да, то есть надо ли вместить какие-то правки, занимаем проактивную позицию, не ждем, когда клиент там отвалится, и потом мы будем удивляться, что он отвалился, то есть, а мы работаем наперед. Тут, наверное, ключевое, что, как бы, мы сами приходим к клиенту и с ним общаемся, да. Так, поиск новых клиентов. Да, смотрите, значит, ну, во-первых, в сегодняшних реалиях, кто, кстати, столкнулся сегодня с трудностями привлечения клиента? Напишите, пожалуйста, в чат. То есть мы прям конкретно столкнулись, особенно когда подрубали рекламный кабинет, у нас больше 50% трафика было с Facebook, и мы, конечно, тоже столкнулись с этой трудностью. И, собственно, я думаю, что многие из вас испытали на себе, стоимость клиента резко подросла. Вот, что мы сделали, да, тоже, когда мы направляем внимание на поиск новых клиентов, мы полностью пересмотрели маркетинговую стратегию, то есть надо понимать, что новая реальность, и, соответственно, как бы нужно исходить, нужно исходить из того, окей, какие сегодня есть инструменты в распоряжении, я уверен, что у вас достаточно много информации, но что точно надо сделать, это надо пересмотреть свою полностью фундаментальную вообще маркетинговую стратегию для того, чтобы влиять на доход, а тем самым как увеличивать прибыль. Нужно срочно остановить рекламные каналы, которые перестали работать или не приносят должного эффекта, пересмотреть портрет клиента, да, и обратить внимание, опять же, те, кто оказывают услуги, тоже, кстати, ну, я думаю, вам будет полезно, ну, я думаю, что в целом всем, что изменения на разные отрасли влияют по-разному, и есть отрасли, на которые, допустим, не сказался кризис, например, да, и вы тоже задаете себе вопрос, о каком, какой сегмент клиента я буду обслуживать, и в какой сегмент клиента я буду, сегодня буду направлять свой фокус внимания, да, чтобы, опять же, ключевой наш ресурс – фокус внимания, чтобы не распыляться на всех, не тратить рекламные бюджеты и, соответственно, как бы не попадать в какую ситуацию. Есть такой очень классный инструмент, финансовая модель, он очень хорошо помогает предпринимателям увидеть точки роста. Сейчас я вам покажу демонстрацию финансовой модели, как она выглядит, и тоже, ну, то есть, когда вы соберете финансовую модель своего бизнеса, то есть, с одной стороны, мы с вами направляем внимание, опять же, на оптимизацию расходов, с другой стороны, мы можем с вами посмотреть, а какие у нас точки роста есть. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана и покажу финансовую модель, и покажу, как она работает. Напишите в чат, видно ли экран, все ли понятно. Так, поставьте плюс, видно экран, да, супер. Вот, смотрите, значит, с точки зрения финансов, есть такой инструмент финансовой модели, который нам помогает заглянуть в будущее и посмотреть, какие показатели кратно повлияют на нашу прибыль. По большому счету, финансовая модель – это описанный бизнес на языке отчетов. Вот сейчас я вам показываю, как выглядит финансовая модель любого абсолютно бизнеса. Вот тут идут так строчки, 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 строчки. Оборотный капитал, движение денег, управленческий баланс. И если, допустим, все вот это схлопнуть, то в целом вы поймете, что финансовая модель – это просто три отчета, отчета движения денег, управленческий баланс и отчет о прибылях и убыках, он проброшенный в будущее. То есть, вот смотрите, выручка, расходы, чистая прибыль, оборотный капитал, движение денег, баланс. И, соответственно, финансовая модель составляет, ну, там, не знаю, по-разному, но обычно там на год, на два, на три. Но в данном случае в рамках финмоделя финмодель ставлен на год. Это пример торговой компании, которая занимается продажей гироскутеров. И сейчас коротко пройдемся по строчкам, да, то есть компания продает гироскутеры, у нее есть три воронки продаж, да, воронка продаж, я уверен, что вы понимаете, что это такое, это путь клиента с момента, когда она что-то узнал до момента, когда он купил. И вот, допустим, вот на примере этой финансовой модели компании, которая занимается продажей гироскутеров, У них есть сайт, соответственно, как бы мы с вами задаем параметры, которые есть в компании, да, или какие-то целевые значения, и мы видим, что в среднем по году на сайт заходят там 10 тысяч человек, да, конверсия сайта 6%, из 10 600 человек оставляют заявки, дальше из этих 600 заявок 55% это целевые заявки, 55% им выставляют уже в отделе продаж коммерческого предложения, и конверсия в оплату составляет 65%. Видите, здесь есть такое слово ответственный, то есть мы видим, кто за эти показатели в воронке продаж отвечает, маркетолог Оля, маркетолог Вася отвечают за конверсию в заявку и целевую заявку, и в отделе продаж работает Свет, она отвечает за конверсию в выставленной КП и конверсию в оплату. Также у них есть второй канал продаж, это база, они работают с базой, уже там работает менеджер Дима и менеджер Сергей, менеджер Дима отвечает за процент оттока клиентов, а Сергей работает уже с этой базой, потому что те клиенты, которые они купили, они просто попадают в базу и потом могут купить. Вот, и Сергей уже их тоже прозванивает, и у него тоже есть свои определенные показатели, которые влияют на бизнес-компании. Также у них есть офлайн-точка, 50 тысяч людей проходят мимо этой точки, в магазине есть Андрей Директор, 1% людей заходят, ну по статистике почитали в магазин, и из них 25% покупают, и в магазине работают там Люда и Галя. Чек 12 тысяч рублей. Также есть переменные расходы, общепроизводственные расходы, постоянные расходы, учтены административные и коммерческие. Ну и вот таким образом мы получаем за вычетом всех расходов, у нас получается чистая прибыль, и чистая прибыль накопленным итогом, мы видим, по году составляет 31 миллион 600, да, и вот мы наверху видим итоговая выручка по году и чистая прибыль по году. Так вот, когда у вас есть такой инструмент, собранная финансовая модель, что перед вами открывается? В целом, плюс-минус, особенно если у вас действующий бизнес, и вы ведете цифры, считаете свои конверсии, воронки и рентабельности, то в целом у вас есть факт, на который можно опираться. Допустим, что вот это вот пример вашего бизнеса. И дальше мы с вами имеем возможность покрутить показатели, да, вот опять же, на что мы можем повлиять, чтобы крафт повлиял на прибыль. Допустим, не знаю, вот возьмем, допустим, конверсию сайта, вот у вас есть конверсия сайта, и вы говорите, ну, у меня конверсия сайта там 4-6%, ну, как бы, да вроде там, ну, с друзьями общаетесь, там, не принципиально. Потом смотрите, оказывается, у вас действительно раньше было 6%, а потом вы как-то не вкладывали в работу с маркетологом, или там, ну, потеряли фокус внимания, на чем-то другом сфокусировались, и у вас конверсия, допустим, заявка упала с 6% до 4%. Сейчас я поменяю цифру, посмотрите, что будет с прибылью. 31 миллион прибыли по году превратится в 17 миллионов прибыли, то есть уже, как бы, существенно, да, то есть по году просто минус, там, минус 13 миллионов, минус 14 миллионов, и это, как бы, ну, очень существенно сказывается на бизнесе. Или, например, у вас в отделе продаж, допустим, менеджер, в которого вы не инвестируете, он не обучается, не повышает его квалификацию, как-то не мотивирует его, то есть, ну, не профессионально управляете, и, допустим, конверсия в оплату упала, там, 65% до, не знаю, там, 45%, то 31 миллион тоже превращается в 18 миллионов. А если еще конверсия сайта упала и еще с менеджером по продаже не работали, то обратите внимание, да, то есть прибыль просто тает на глазах. Или, ну, опять же, это в контексте воронки, если мы смотрим, допустим, про на расходы, да, если, допустим, у нас себестоимость есть какая-то, то часто бывает такое, что тоже, как бы, ну, особо, ну, не то, что не контролируют, но, как бы, тоже думают, ну, 60-65%, допустим, и себестоимость действительно может вырасти, допустим, до 65%, и 31 миллион в 22 миллиона превращается. Ну, вот такая волшебная табличка тоже, кому будет актуально, я вам могу тоже скинуть этот демонстрационный шаблон, вы тоже сможете, ну, либо сами подставить свои значения, либо, там, если хотите, там, воспользоваться услугами финансового директора, чтобы он вам составил. Но моя главная идея заключается в чем? В контексте нашего вебинара, что когда у вас есть вот такой инструмент, как финансовая модель, вы просто можете посмотреть, что кратно влияет и куда направить свой фокус внимания. Потому что, например, может быть, вы, не знаю, там, вам подняли аренду офиса, например, да, я приведу простой пример, и, там, не знаю, за 350 тысяч рублей, и вы, там, переживаете, тратите время, ходите, ищите какой-нибудь, там, другой офис, но, по большому счету, погоду, да, то есть, это, там, ну, это не сильно сказывается на вашем конечном результате. А вот показатели конверсии или себестоимости очень даже сказываются, и поэтому финансовая модель нам помогает направить свой фокус внимания, это наш самый-самый дефицитный ресурс, туда, где действительно, где действительно есть деньги, где действительно есть прибыль. И, в данном случае, в рамках этого примера, ну, очевидно, да, что надо выстраивать работу с маркетологом Колей и запускать регулярные координации и прям ставить цели, потому что, если вы, допустим, наоборот, с 6% поднимете до 8%, то это будет, там, не 31 миллион, а 45 миллионов. Ну, соответственно, как бы, понятно, что другой вопрос, там, насколько это реально, но это уже следующие шаги. Но вот здесь мы можем сами это подсветить. Так, друзья, как вам такой инструмент, добавь, там, огня или не огня, кто знаком, кто не знаком, насколько для вас это полезно, откровенно? Я постоянно, когда провожу вебинары, я делаю демонстрацию, и, конечно, это, ну, для многих это является очень, действительно, таким, знаете, открытием, потому что, особенно предприниматели, которые зарабатывают прибыль, да, они думают, типа, ну, ладно, что там, ну, заработают, там, 30 миллионов или 20 миллионов. То есть они, как бы, не видят, ну, разницы, да, то есть они, типа, мы, в любом случае, прибыль зарабатываем, а вот надо, с другой стороны, иногда направить внимание на, на возможности, да, и финмодель, она нам показывает, как в итоге, к чему мы придем. Поэтому собирайте финмодели, играйте с показателями, вот, еще раз, шаблон финмодели я вам, ну, в конце вебинара скажу, как можно будет получить, вот, да, можно будет получить, я сообщу, как, да, вот, обязательно воспользуйтесь, составьте финансовую модель. Дальше, на что стоит обратить внимание, это мы должны с вами еще мыслить в категории того, чтобы у компании было достаточно денег, вот, соответственно, нужно нам пересматривать маркетинги продажи, я тут прям коротко пройдусь, я думаю, что Михаил больше этому уделит времени, но глобально нужно полностью пересмотреть скрипты продаж, нужно, еще раз, повторюсь, регулярно вкладываться в развитие своих менеджеров по продажам, которые продают, вот, и нужно контролировать, показатели и давать обратную связь, вот, я приложил скрин наше такое операционного отчета отдела продаж, где мы прям четко контролируем каждый показатель помесячно, и у нас есть компания, которая предоставляет нам директора по конверсии, мы пользуемся услугами больше года, обратите внимание, смысл в том, что они предоставляют человек, который работает с командой над конверсией в продажу, то есть целенаправленно, сфокусировано, системно, они работают только над одним показателем, и причем работают в разрезе с каждым менеджером, и это достаточно новая услуга в крупном бизнесе, это услуга, ну, как бы, отделы аналитики, они уже есть в крупном бизнесе, в малом бизнесе, это еще такая история развивающаяся, но мы уже больше года работаем, и нам это очень полезно, то есть, еще раз, есть люди, которые работают над тем, чтобы поднять конверсию в продажу при тех же самых ресурсах, особенно если у вас есть отделы продаж, обратите на это внимание, это очень мощный инструмент, он еще такой, ну, в стадии развития, вот, и это очень классный лайфхак, и стоит это относительно, там, недорого, но зато, если у вас есть масштабы, если у вас есть выручки, то там увеличение конверсии, там, опять же, в продажу, там, на 5, там, на 7, на 10%, это просто окупает себя в разы, поэтому обратите на это внимание. Да, ну, вот, примерно, вот, подобного рода дасборды есть вот эти у наших подрядчиков, которым эту услугу оказывают, вот, и они прямо работают, знаете, как тренер, короче, работает с каждым менеджером, и они прямо, ну, контролируют каждый показатель, дают обратную связь, соревнуются, то есть, это очень хорошая, вполне себе, рабочая история. Дальше нам с вами, чтобы, с одной стороны, оптимизировать расходы, нужно еще контролировать каждый рубль, и для этого есть такой инструмент, как платежный календарь, потому что, кто сталкивался в своем бизнесе с ситуацией, что деньги, как сквозь пальцы уходят, бывало у вас такое, как бы, работаешь, 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 в конце месяца такой, так, а что-то, куда-то деньги-то разбежались, да, вот, вижу, что ставите плюсики, и на самом деле, действительно, есть такой неприятный закон, что сколько бы компания не зарабатывала, она всегда будет стремиться к тому, чтобы все заработанные деньги потратить, и если не контролировать, если не вести жесткий бюджет, если осознанно, целенаправленно не направлять туда внимания, то есть риск того, что деньги просто как-то рассосутся по каким-то неэффективностям, и вот есть понятные рабочие инструменты. Первый – это платежный календарь, это когда мы с вами все поступления и оплаты пробрасываем в будущее, и имеем возможность увидеть, попадем ли мы в кассовый разрыв, и какой у нас процент выполнения плана по оплатам, да, и по поступлениям. Дальше, на что стоит обратить внимание, нужно поработать с дебиторгой, это к вопросу про высвобождение своих ресурсов, потому что, и особенно если вы оказываете услуги, и вам, и вы деньги берете потом, да, или там, когда обгружают товар, проведите АБЦ-анализ дебиторги, посмотрите клиенты, которые вам выгодны, какие невыгодны, такое тоже бывает. Бывает такое, что клиент дороже обслуживает, чем он платит. Собираем возникшую дебиторку, обязательно направляем туда внимание, потому что часто я вижу такую ситуацию, что предприниматели, типа, деньги есть, все нормально, как бы, и, знаете, так, безответственно подходят к сбору дебиторки, нету процесса, и что происходит? Обычно платят всегда в последнюю очередь тем, кто не звонит, ну, типа, вот, на расслабоне, и обратили, наверное, внимание, поэтому тут вопрос в том, что нужно системно сделать так, чтобы процесс работал, да? Не допускайте создания новой рискованной дебиторки, сто раз подумайте, особенно сейчас, потому что тоже, ну, вот эта ситуация, кризис, она на разные компании сказывается по-разному, и кто-то может просто воспользоваться вашими услугами или товаром, потом, как бы, не заплатить, да, поэтому нужно усиливать. Усилить контроль в отношении того, кому я даю отстрочку платежа, да? Вот, и усиливаем механизмы контроля. Что еще можно сделать? Можно провести ревизию подписки разных сервисов. У нас у клиентки, мы вот в начале года, в марте, провели ревизию, там у нее сэкономили расходов на 500 тысяч рублей, у него было разных всяких подписок. У них там стоматологическая клиника, у них какие-то дорогущие подписки, и вот 500 тысяч в месяц просто сэкономили на, просто на тех подписках, которыми они уже не пользуются. Я, конечно, не знаю, что у них там за подписки такие были, но вот они предоставили такие данные. Поэтому посмотрите тоже на то, какие у вас есть, может быть, подписки, не подписки. В личных, кстати, тоже можете проверить, тоже как инструмент работает. Оптимизируйте запасы для тех, у кого торговля, у кого есть склады. Избавьтесь от неликвида, проведите ABC XYZ анализ. Если совсем коротко, то мы разбиваем категории товаров по ABC анализу с точки зрения прибыльности, разбиваем на категории ABC. И потом по XYZ делаем, тоже разбиваем товары по количеству проданных товаров. И, соответственно, когда мы проводим такой анализ, у нас получается такая матрица, ассортиментная матрица. И мы, соответственно, смотрим. Если есть категория AX, BX или AY, то мы на них направляем внимание и, не знаю, больше закупаем, больше продаем. И, наоборот, красная зона – это те товары, которые либо надо закупать под заказ, либо вообще от них отказаться. Потому что часто, пример, у моих клиентов есть такие ситуации, когда у них просто на складе копится неликвид, плохо оборачиваемый товар, и они, соответственно, как бы деньги свои замораживают. Наша самая задача, еще раз, с одной стороны, повысить прибыльность, с другой стороны, сделать так, чтобы в компании было достаточно денег, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Хорошо. Да, избавляемся от токсичных активов, в кавычках токсичных. Это нужно посмотреть на свою компанию и продать все то, что не приносит денег или забирает. Тоже лишним не будет, особенно если там у вас людей, может быть, вы сократили, да, у вас там есть компьютеры, столы, мебель. Просто смотрите это как на замороженные деньги вашей компании и посмотрите, может быть, что-то можно продать, от чего-то можно уже, ну, избавиться и тоже высвободить деньги для своей компании. И внедрите систему фондов и счетов. Очень крутой инструмент, тоже мы сами пользуемся уже больше трех лет, очень помогает и нам, и нашим клиентам. Значит, система счетов, она, мы ее называем так, защита от дурака. Это вот опять же к вопросу про то, что не потратить, с одной стороны, лишнего, это нам помогает, вот тоже, что календарь или бюджет движения денег. С другой стороны, у бизнеса есть свои области, которые жизненно важны для компании, и вот нужно эти области, точно в них тоже туда направлять ресурсы. Вот, например, смотрите, есть ли разница с точки зрения восприятия? Вот вы смотрите, с одной стороны, на свой счет, и вы видите там 8,4 миллиона, или вы смотрите на свой счет и видите уже ту же самую сумму, но только с разбивкой по счетам. Главный счет – налоги, резервы, поставщики, дивиденды, авансы клиентов. Вот даже с точки зрения информативности, какой вам более ближе, даже с точки зрения восприятия, хотя вы еще даже пока, ну, как бы, теорию не знаете, но вот даже вот просто вы смотрите, какая вам понятная сторона, правая или левая информативнее, напишите в чат. Такое, вроде сумма одна и та же, сумма одна и та же, но есть разбивка. И действительно, вам уже удобнее смотреть на правую сторону, потому что мы с вами сделали так, что денежный поток, как только деньги приходят в компанию, ну, мы, допустим, это делаем раз в неделю, мы разбиваем, исходя из логики, да, какие есть фонды, какие счета, которые критически важны для компании. Ну, и вот, допустим, пример там, налоги надо платить? Надо платить. И часто предприниматели попадают в такую ловушку, что деньги не откладывают на налоги, а потом три месяца проходят, сталкиваются с сюрпризами, бегают как ошпаренные, ищу деньги, чтобы с налоговым рассчитать, чтобы не было проблем. Дальше, резервы. Нужно формировать резервы. Нам там, кризис 20-го года ярко показал, что нужно формировать резервы. Соответственно, как бы нужно создавать этот счет. Нужно создавать счет дивидендами, считаем, да, то есть тоже владелец должен получать как-то благодарность от своей компании и копить туда деньги на дивиденды. Авансы клиентов, особенно, когда мы берем вперед, ну, берем деньги вперед с клиентов, ну, раз, допустим, есть такой счет, авансы клиентов, и мы деньги складываем в этот счет, и когда вот мы оказываем услугу клиента, тогда мы эти деньги переводим на главный счет. Это нам помогает, ну, быть такими, знаете, адекватными в отношении понимания того, на какую сумму мы набрали обязательств. Часто очень предприниматели допускают ошибку. Они думают, что все, что мы напродавали, типа, вот мы уже заработали. Но нет, мы не заработали, нужно еще эти услуги, там, оказать или товар отгрузить. Вот, и есть такой инструмент, как, ну, регламент распределения денег по штабу фондам. То есть, смотрите, тут как бы есть две составляющие, обратите внимание. Есть, с одной стороны, мы прибыль распределяем по фондам, да, то есть нужно понимать, что прибыль – это не те деньги, которые зарабатывают собственные, а прибыль – это требование бизнеса, и мы должны с этой прибыли инвестировать в развитие компании стратегически, мы должны заботиться о безопасности компании, формировать резервы, и, соответственно, вот развивать команду. Вот, допустим, мы там топом 10% от прибыли платим, когда выполняются планы по чистой прибыли по квартально. И, соответственно, как бы нужно нам решить с вами, как я распределяю эту прибыль. Потому что, если вы все 100% прибыли будете забирать себе, то тогда, как бы, компания просто, ну, не сможет физически развиваться, да. Вот, с другой стороны, как бы, если вы все деньги будете оставлять в компании, вы тоже, как собственник, не будете чувствовать обмена. Поэтому нужно всегда находить баланс, и, соответственно, как бы, сначала мы пишем регламент распределения чистой прибыли, и потом мы уже, когда мы работаем с денежным потоком, то мы уже принимаем решение, как мы распределяем денежный поток. У нас эта процедура идет еженедельно, по средам, у нас есть четкая понятная цифра, да, то есть это, ну, это сейчас не актуальные данные, это просто как примета, да. Допустим, 7,5% по денежному потоку уходит на дивиденды, например, 5% по денежному потоку уходит в фонд резервы. И, соответственно, мы, когда принимаем решение, мы живем 3 месяца в таком цикле, а потом раз в 3 месяца наш финансовый директор сопоставляет все, что мы начислили по прибыли, и все, что мы физически перечислили, перевели в эти счета. И бывает такое, что мы делаем определенные корректировки, да, и в данном случае это тоже пример того, как понять, какой процент денежного потока нужно направлять. Тоже, в принципе, можете для себя сделать скрин, ну, или, в принципе, презентация-то будет. То есть, как понять, нужно исходить из того, какая рентабельность у вас по чистой прибыли, чтобы, опять же, потому что если у вас в компании нету прибыли, а вы будете распределять по фондам, то вы по факту будете распределять не свои заработанные деньги, а будете распределять авансы клиентов или деньги поставщиков. Поэтому обратите на это внимание. Да, сейчас я еще продемонстрирую, как это реализовано в нашем сервисе управленческого учета FinTablo. Это мой второй проект, которым я являюсь основателем, соучредителем. Это автоматизированный сервис финансового учета. Вот, я покажу, как мы это тоже реализовали у нас на примере демо-бизнеса. Так, сделал экран. Вот, и здесь вот мы видим, что, ну, если мы говорим про деньги, да, то тут как раз таки есть платежный календарь, в котором видно, что происходит с денежным потоком. Есть поступление оплаты. И вот здесь я нажимаю, когда вижу здесь общую сумму 11,2 миллиона. И когда я нажимаю, я вижу, что у меня здесь все разбитые счета, все здесь есть, да, например, фонды, обучение команды, слет. Соответственно, как бы здесь я вижу уже непосредственно по фондам, как это распределяется. Так, окей. Поэтому тоже FinTablo, если кто-то, может, из вас там ведет еще в табличках или еще где-то, тоже отличный инструмент, который помогает автоматизировать рутину, да, и повысить эффективность финансовой службы. Так, это банки счета. Да, эти счета мы открываем, да, физически в банках, да, и в целом там есть в банках, они делаются бесплатно, есть платные, но вы тоже уточните, допустим, в Тинькове, мы пользуемся сейчас Тиньковым, там создаются счета бесплатно. Я знаю, что в Точке тоже бесплатно. Насчет других банков я не знаю, но даже если это и платная история, тоже это себя окупает точно. То есть, смотрите, еще раз, это как защита от дурака, не потратить лишнего, да, когда вы видите, какую сумму авансов у вас клиентов есть, то вы себе, как бы, это не значит, что вы не можете этими деньгами пользоваться, но это значит, что у вас появляется понимание того, что на какую сумму взяли обязательств, и это защищает, в том числе, как бы, от попадания в кассовый разрыв. Так, дальше, на что еще стоит обратить внимание, опять же, исходя из текущего контекста, старайтесь по возможности, да, какие-то не брать на себя новое обязательство, вписываться в какие-то новые истории, потому что это, опять же, непонятно, как это может сказаться на вашем бизнесе. Не знаю, может быть, вы там решили, там, не знаю, заняться, там, развитием YouTube-канала, там, или, там, вложиться в какое-то там новое направление, да. Тоже, особенно сейчас сто раз подумайте, насколько это для вас прям принципиально важно, потому что, может быть, там, не знаю, выигран, кредит хотели брать или еще что-то, да. Лучше сейчас воздержаться от подобных таких историй. Да, пересмотреть стратегию развития тоже здесь рядом, то есть, корректируйте свои программы, то есть, ну, то, что вы, там, планируете куда вкладываться, с учетом новых реалий. Почему это важно? Потому что лучше все задачи, связанные со стратегическим развитием, ну, не то, чтобы прям поставить на паузу, но подумать, можно ли, там, не знаю, там, вернуться к этому разговору, там, через полгода или через три месяца, да. Насколько это прям принципиально важно, потому что сегодня важно сконцентрировать все ресурсы на то, чтобы бизнес сегодня был поджарой, это не значит, что не надо думать о стратегии развития, надо об этом думать сто процентов, но мы, допустим, часть каких-то программ поставили на паузу, и мы, допустим, решили вернуться, вот в июле у нас будет процессия, и мы вернемся и посмотрим, будем ли мы брать их в работу, потому что количество ресурсов у нас ограничено, количество людей ограничено, и надо направлять фокус внимания туда, что действительно нам приносит, ну, реально сегодня пользу, да, в компании. Так, ну, в целом, я прошелся по основным моментам, вроде даже вписался в тайминг, Михаил, можешь подключиться, вот, и в целом я закончил, спасибо, ребят, напишите что-нибудь, может, на вопросы еще подключаю, что время есть. Мы, на самом деле, совершенно спокойно берем несколько вопросов, так что, если, друзья, вы прямо не задавали по ходу выступления, задавайте сейчас, пока благодарности, что все круто и здорово. Я, на самом деле, очень люблю упражнения с финмоделью. Мы его проигрывали в разных форматах, там, в интернет-магазинах, в CRM-системе, и это дает очень крутое представление, действительно, куда направить фокус внимания. Вот та цифра, за которой нужно пристально смотреть, которую нужно поставить себе на карандаш, в KPI кому-то, она больше всего, эффективнее всего, если ты ей занимаешься, влияет на прибыль конечную. Поэтому тут очень рекомендую. Спрашивают, как получить финмодель. Так, ну, да, либо можете написать мне в социальных сетях, либо я, Миш, тебе сброшу, вы там разрешлете ребятам. Хорошо. Тогда, если, так, если разрешаешь, то мы отправим прямо с материалами. Да, да, конечно, без проблем. Круто. Друзья, значит, смотрите, финмодель вместе с презентациями сегодняшними мы отправим вам на ту почту, по которой вы регистрировались. Ничего специально делать не нужно, но как, давайте так, специально ничего не нужно делать, чтобы получить. Важно специально потом взять и использовать ее, потому что просто лежащая у вас в файлах финмодель греет душу, но на бизнес никак не влияет. По ней, пожалуйста, поработайте потом, это ключевая история. Так, что еще у нас есть? Когда финтабло будет промежуточное актирование? Ну, я записал вопрос, я уточню у ребят. А если вы являетесь пользователем финтабло, в принципе, можете направить этот вопрос нашим ребятам, они достаточно активно, оперативно отвечают. Так, отлично. Друзья, вот по выступлению еще есть ли что-нибудь? Ох, есть большой вопрос. Видишь ли ты его? Так. Кому лучше в компании поручить контроль за своевременностью и достоверностью? Так, эх, убегает, убегает. Финмодели. Смотрите, значит, ну, спасибо за вопрос. Значит, во-первых, финмодель – это не тот инструмент, который нужно ввести прям каждый день. Финмодель – это сценарный инструмент, который мы там, не знаю, раз там в квартал там собираем, да, то есть, ну, мы точно на страцессе это делаем. То есть, финмодель не надо ввести. Вы, наверное, если спрашиваете про ведение управленческого учета, то, если мы говорим там, ну, про сбор факторов, то этим занимается, ну, финансовый директор, финансовый менеджер, то есть, человек, который в компании отвечает за то, чтобы у вас там регулярно предоставлялись отчеты. А финмодель вам нужна для того, чтобы вы увидели возможности точки роста и сформировали план действий, да, что вы будете делать для того, чтобы прийти к там той прибыли, которую вы увидели с помощью финансовой модели. Вот, ну, у нас финансовые директора это составляют, то есть, мы там уже посчитали, кстати, уже, что-то больше полутора тысяч финансовых моделей мы составили за пять лет. Такой занимательный факт, я тоже недавно об этом узнал. Вот, поэтому финансовый директор, финансовый менеджер составляет финансовую модель. Давай я чуть углублю этот вопрос. Вот смотри, если компания не очень большая и у нее отдельного, скажем, финансового директора нет, есть бухгалтер внутри на аутсорсе, который ведет отчетность, сдает ее и там примерно управленческий учет, ну, каким-то образом настроит, как-то видит. Нужно ли нанимать себе, и в каком случае нужно нанимать себе финансового директора, нужно ли смотреть в аутсорс, вот здесь может быть даже совет. Ну, смотрите, когда компания маленькая, там, не знаю, там, до миллиона выручки, то, наверное, нанимать финансового директора будет дороговато. Ну, там, допустим, у нас там финансовый директор стоит там от 70 до 100, хотя он и так считается доступным. Вот, понятно, что когда компания маленькая, то в большей степени мы сами все делаем, да, и финансовые модели составляем, и ведем учет. И когда мы создавали компанию, нескучные финансы, первые три года мы сами ручками собирали отчетность с моим партнером. Я там ПНЛ-баланс собирал, Серега там вел отчет движения денег, но по мере того, как компания росла, обороты росли, и прибыль появлялась, мы уже это нанимали специалиста, финансового директора, который, ну, теперь он стал вести управленческую отчетность, и это очень сильно нам помогает. Хорошо, ну, то есть финансовая модель составляется, ну, условно, там, один раз, и потом ее просто нужно наполнять данными, смотреть, что с ней происходит. То есть это можно делать и самому в целом. Конечно, да, то есть можно посмотреть видео, у меня даже есть видео обучающее бесплатное, там просто можно самому научиться ее составлять, и это, на самом деле, я считаю, что это полезно, и это точно актив для предпринимателя, потому что мы всегда сталкиваемся с какими-то идеями, которые нужно уметь просчитывать, и, соответственно, как бы навык составления финансовой модели бизнеса, и так заглянуть в будущее на цифрах, увидеть, что будет с компанией, это очень полезно, поэтому рекомендую самим тоже поразбираться, если такой запрос есть, есть время. Круто. Спасибо огромное. Напомню еще, друзья, материалы отдадим, все будет, мы сейчас перейти ко второй части, ну, вот, по первой, к Александру вопросы, кажется, подысякли немножко, но там много нужно посмотреть на слайдах и подумать. Это не та информация, которая просто щелкает, и бешать, и теперь все понятно. Нужно над ней, конечно, посидеть. Александр, спасибо огромное. Спасибо. Хорошо, друзья. Итак, у нас сегодня две части, как я говорил, мы во второй части будем говорить про Bitrix24, и про то, как автоматизированные системы точно так же работают на повышение эффективности внутри команды. У меня есть презентация, тоже ей поделимся в конце, тут секретов никаких не будет, называется она «Оптимизация расходов бизнеса», и я буду говорить про оптимизацию расходов именно с точки зрения введения работы в сервисе Bitrix24. Подсвечу некоторые моменты, про которые важно помнить. Про что сегодня будет разговор, вот, по блокам я разбил, мы поговорим про команду, как быть продуктивнее внутри команды, поговорим немножко про процессы, которые происходят в компании, как их сделать лучше, там, быстрее или оптимальнее. Поговорим про рекламные каналы, что выбрать с точки зрения рекламных каналов. Наверное, не предметно, там, в какой конкретно канал вкладываться сейчас, там, в условиях ограниченности каналов, про это много было, и мы говорили, и будем, наверное, еще говорить, а с точки зрения, как это измеряется, как понимать, что один из каналов приносит вам больше продаж, чем другой. Ну, и про работу с клиентами, наверное, это самый большой блок, поговорим про клиентов и про инструменты, которые внутри Bitrix24 есть для работы с клиентами. Окей, давайте с самого начала про управление командой. Почему я в начало поставил блок с управлением, коллективом, командой, сколько бы вас ни было. Вы можете сейчас работать в разном формате, в гибридном. Статистика говорит, что большая часть команд сейчас работает в гибридном варианте. Это когда ты часть времени проводишь в офисе, часть времени удаленно у себя дома, иногда это кондировки, иногда это разные разнесенные офисы даже, это тоже фактически люди удалены друг от друга. Поэтому мы говорим, что эффективность взаимодействия со своими коллегами напрямую влияет на то, насколько классно вы решаете задачи, насколько вы понимаете друг друга, насколько вы понимаете атмосферу внутри команды, насколько она поддерживающая атмосфера. То есть вы воссоздаете фактически свой физический офис в виртуальном формате. Как это сделать? Сделать это, естественно, с помощью сервиса. Мы говорим, что у нас внутри Bitrix24 есть различные инструменты. Инструментов правда много, вот они сейчас у вас на экране, поэтому можно детально сейчас не изучать. Мы к тому, что инструменты для поддержания в онлайне настроения компании, атмосферы компании и рабочих процессов компании, они внутри Bitrix24 есть. Я пару штук сейчас просто назову для того, чтобы понимать, что фокус на эти инструменты нужно переносить, если они у вас еще не автоматизированы в таком формате. Чат и видеосвязь должны быть корпоративными, потому что если вы пользуетесь сторонними чатами, условным телеграммом, ватсапом или любым другим, их сейчас много, возникает много оказий. И что я кому пообещал, в каком чате, не очень понятно. Мы не выбираем единый инструмент, мы выбираем несколько разных чатов, и сложно будет найти, где была коммуникация, поднять эту историю. Второй момент, мы не всегда ведем нормально группы, которые создались у нас в этих чатах. Условно, если мы в какой-то группе обсуждали с коллегами, условно, продажи, давайте возьмем так, к нам кто-то пришел или кто-то ушел из команды, не всегда мы успеваем, вспоминаем об этом, убрать человека из этого чата или добавить нового человека. В итоге, либо новый человек не получает достаточной информации, не может пообщаться с остальными, либо, наоборот, кто-то, кто ушел из команды, до сих пор читает переписку, что не всегда здорово. Ну, в общем, случаев таких достаточно много, строжайшая рекомендация вести всю коммуникацию корпоративную в едином инструменте, внутреннем, в системе, которая для работы, а не для совершенно разных задач. Второе, это живая лента, но фактически вот живая лента во многом воссоздает и атмосферу, и дает понимание той ситуации, которая сейчас в компании находится. Это не односторонняя обратная связь, не когда ты говоришь, смотрите, друзья, вот что происходит с моей компанией. Это инструмент, когда и все сотрудники дают обратную связь. Вот, например, отчет за прошедший месяц, в целом можно без цифр, компания идет вот так-то, фокусы внимания мы переносим вот на эти инструменты, условно, нам сейчас нужно помочь нашим клиентам, и ключевая услуга, которую мы им предлагаем, которая лучше всего помогает нашим клиентам, вот такая, например. Мы про это идем, про это думаем и про это всем говорим. Ну, и мы возвращаем точно так же обратную связь, там есть комментарии, там есть реакции. Пожалуйста, со всем этим мы внутри работаем. Если компания уже расширяется, она уже не там 10-12 человек, которые друг друга хорошо знают, компания большая, с разнесенными офисами, либо просто количество людей достаточно большое, очень помогает структура компании, вот такая визуальная, чтобы понять, кто где работает, кто как взаимодействует, какие есть механики, и профиль сотрудника, чтобы видеть самого человека, кто я, какой я, там есть отдельное поле для того, чтобы про себя рассказать в свободном формате. Это очень хорошо дает представление, какой человек, как к нему подход найти верный, правильный. Ну, и основная информация, способы коммуникации с человеком, контактные данные. И вот тут есть под самой фотографией, если видно, количество благодарностей. Внутри есть классный инструмент, тоже рекомендую очень пользоваться благодарностями. Мы можем сказать спасибо за классную работу, за отношения персональные, за скорость, за что-то еще. любому человеку в нашей компании. И эти благодарности сохраняются в профиле каждого человека. И потом мы можем посмотреть, человека хвалят часто, значит, он активно помогает. Много говорит о команде, о человеке. Про инструмент календарей, наверное, подробно рассказывать не буду. Очень упрощает жизнь. Это синхронизация календарей с разными устройствами, там, с мобильными телефонами, с десктопами, со всем чем угодно. У вас единый календарь, очень удобная система назначения встреч. Если не пробовали, то попробуйте. Кстати, друзья, давайте маленькая перекличка. Скажите, а есть у вас Bittrex24 или нет? Может быть, если у всех есть, я так подробно рассказываю про инструменты. Так, верните немножко в чат обратной связи. Я вижу одни плюсы. Если минусов не появится, я буду быстрее проходить этот процесс. Так, вижу в размышлении, да. Ну, хорошо. Практически у всех есть. Давайте я подробно не буду рассказывать. Я просто буду говорить, что, друзья, пользуйтесь, пожалуйста. Bittrex24 – это раздел с документами. Вы можете хранить документы всей компании, рабочие группы проектной, либо личные документы. Это облачная синхронизация. Мы к ней все привыкли, очень удобно работать. Также есть и редактирование документов. То есть, фактически, вы в облаке можете внутри Bittrex24 создавать документы, самые распространенные, редактировать их и работать с ними одновременно. Тоже, пожалуйста, в облаке, в коробке работайте, пользуйтесь. Рабочие группы. Супер важная история. Значит, здесь, скорее всего, если у всех есть сервис, у большинства из вас, как вы говорите в комментариях, подсвечу те моменты, которые важны. Значит, рабочие группы создаются либо про отделы, там, отдел маркетинга в своей рабочей группе обсуждает свои вопросы, либо про проекты. Мы сейчас начинаем открытие нового офиса или разрабатываем новую услугу, или еще что-то запускаем. Так вот, вся информация, которая собирается в этих рабочих группах, а там люди из разных отделов, соответственно, является достаточно большой ценностью. В каких случаях она очень нужна и очень важна? Вы можете, во-первых, быстро посмотреть на ваш опыт. По сути, это опыт, который ваша команда прошла. Новый человек, приходя в вашу компанию, он этот опыт может почитать, познакомиться. И там, например, в группе, которая про, скажем, таргетированную рекламу, есть четкие инструкции, что можно делать, что нельзя, на основе опыта, который вы прожили. Это такая база знаний, фактически. Второй момент. Человек, который приходит в рабочий проект, очень быстро в него погружается. Вы добавляете его в рабочую группу, и он за один-два дня прочитывает все, что происходило за последние, не знаю, полгода-год, понимает, как были приняты решения, на основании чего, и эти данные помогают ему быстро влиться в проект, сильно сокращается скорость. Пользуйтесь, пожалуйста. Рабочие отчеты. Инструмент суперпростой, но очень полезный. Если вы настраиваете их на своих коллег, то раз в какой-то период времени, в день, в неделю, в месяц, там у каждого можно персонально настроить, у тебя возникает всплывающее окно, и ты рассказываешь своему руководителю, чем ты занимался предыдущую, ну, скажем, неделю, и чем ты будешь заниматься на следующей неделе. Это очень здорово структурирует тебя, позволяя работать по целям. Ты формулируешь, что ты будешь делать на следующей неделе, и идешь по этим целям, не отвлекаясь периодически, не размываясь на текучку, максимально сфокусировавшись. Это очень полезно. Тоже, пожалуйста, посмотрите на отчет. Он суперпростой, но правда очень хорошо работает. Про базу знаний скажу отдельно. Она есть как раз в рабочих группах. Можно ее сделать на всю компанию, можно сделать на рабочую группу. Формируйте. База знаний очень здорово помогает ввести человека в должность, в проект. То есть, если вы понимаете, что у вас есть какая-то текучка кадров на позициях, например, у вас там продавцы меняются часто, или у вас какой-то персонал меняется достаточно часто. База знаний очень упрощает вот то самое введение, когда человек выходит на работу, ему говорят, смотри, здесь читаешь, значит, если возникают вопросы, приходишь, будем разговаривать. Вот тут, не знаю, экзамен мы тебе устроим небольшой. Но базу знаний очень важно собирать, собирайте, пожалуйста. Про задачи. Значит, поговорили про общую атмосферу, про то, как быстро входить в разные проекты, как копить знания внутри компании. Поговорим немножко про то, как исполнительную дисциплину выстраивать очень четко. Понятно, что если у вас нет системы, задачника, таск-трекера, то выстраивать ее достаточно сложно. Естественно, если у вас есть такая система, сильно все упрощается и эффективность поднимается. Значит, внутри Bittrex24 есть разные методики. Вот тут прям перечислены совершенно разные. Можно классически смотреть в списком, можно работать в формате Kanban, вот как раз он сейчас на скрине. Можно работать в формате диаграммы Gant, а можно работать даже в Scrum. Скажите мне, пожалуйста, друзья, у нас не очень давно появился Scrum. Ну, как не очень давно, уже много месяцев. Но на всякий случай спрошу, скажите, кто пользовался либо внутри Bittrex24 Scrum, либо вообще кто работал по Scrum. Смотрели ли вы на этот инструмент? Можно плюсом-минусом. Вижу, первый минус Александр Зорин говорит, что не пользовались. Нет? Нет-нет-нет. Ага, вижу, что в основном минусы. Окей. Значит, друзья, смотрите, Scrum – это такая фреймворк, методология по ведению работы. Там очень много классного и интересного. Значит, чем он принципиально отличается? Это гибкие методологии, когда у вас есть несколько ключевых отличий от обычной работы. Внутри Scrum есть понятие спринт. Это отрезок, в который ставится задача. То есть если мы чаще всего работаем с календарным месяцем, мы ставим себе задачи на месяц или там на полгода, на год, достаточно длинный горизонт, Scrum ставит себе конкретные четкие задачи чаще всего на две недели. Две недели – короткий достаточно спринт. Две недели позволяет нам и приложить усилия, и получить готовый итоговый результат. Есть у Scrum еще несколько очень полезных историй про ежедневные планерки, про регулярные встречи, отчеты и про ответственность, которая распределяется на всю команду. Прямо сейчас, конечно же, не расскажу все. У нас есть курс отдельный по Scrum. Посмотрите. Я думаю, что мы ссылку тоже приложим к материалам, которые отправим. Мы достаточно просто в двух с половиной уроках, каждый из которых, не знаю, по пять-семь минут, рассказываем, что такое Scrum, как с ним работать. Это инструмент, который был создан IT-компаниями для разработки продукта, но сейчас используется в очень разных сферах, не только в IT-компаниях. Позволяет стать быстрее и продуктивнее. Очень рекомендую попробовать. Попробовать его можно не на целой компании. Попробовать можно на отдельной команде. У вас есть там 3-5 человек. Вы начинаете с ними работать. Практически все, с кем я разговаривал, отмечают, что становится быстрее, а еще по большой аналитике, международной уже, один из самых классных эффектов, который после Scrum возникает, люди начинают сами взаимодействовать между собой. Обычно как происходит? Руководитель отвечает за все, и он бегает, всех пинает. Ты это сделал, а этому рассказал, а вы друг с другом договорились, чтобы это работало все вместе. А вот эти данные, которые ты нарыл, они потом куда передались? Их поймали, сделали что-нибудь с ними. Вот эта коммуникация переходит на саму команду. Команда начинает между собой общаться. Очень классный эффект. И, в общем, подробно сейчас опять же в деталях не расскажу, но посмотрите, пожалуйста, на инструмент. Внутри Bittrex 24 он есть. Если вы работали с Bittrex 24, судя по комментам, то вы знаете, как и задачу поставить, и что там разные роли есть у нас, и постановщика, и исполнителя, и надеюсь, что этим пользуетесь. Очень понятная система. Каждому может поставить такую задачу. Про счетчик, я думаю, что вы тоже в курсе. Мы постоянно видим, что у нас есть какое-то количество задач, требующих наше внимание. Эта система используется не только у нас внутри задач, она внутри CRM в том числе есть. Все, что требует нашего внимания, появляется в счетчике. Мы к этому привыкли. Мы с мобильным телефоном также работаем. Сейчас начинали с почтой. Мы берем, смотрим, если там счетчик есть, мы сразу же тянемся к этому приложению или к этому пункту меню, если мы говорим про Bittrex 24. Поэтому тут работает круто. Хорошо. Со счетчиками разобрались. Еще одну точку покажу вам, на которую можно посмотреть. Это эффективность. У нас внутри Bittrex 24 есть отчет по эффективности в задачах. Что он делает? Он тоже предельно простой, но фокус внимания хорошо переносит на исполнительную дисциплину. Значит, он считает, какое количество задач выполнено без нарушений. Если у меня есть 10 задач, по одной я дедлайн пропустил и сделал ее после того, как обещал, тогда у меня эффективность будет 90%. Вот 10 задач было, одна некорректная, 90% эффективности. Предельно простая формула. Что она позволяет сделать? Мы говорим в компании, допустим, что 80% задач, сделанных вовремя без нарушений, это норма. Вот мы планируем, 80% делаем, это хорошо. Стремимся к 100, но 80% это та точка, в которой все окей. Если мы опускаемся ниже 80%, то, ну, это вопрос, нужно будет поговорить с сотрудниками, объяснить, почему так происходит, почему у тебя меньше 80% задач решается без срыва сроков условно, или без нарушений каких-то. Как только вы эту цифру выводите, человек начинает за ней следить, она доступна каждому человеку про себя, руководители видят ее про сотрудников. Как-то удивительным образом, по закону, как только мы начинаем какой-то показатель смотреть, он улучшается. Улучшается и наша эффективность внутри задачи. Мы меньше срываем сроки, лучше делаем задачи, и вот фокус внимания туда у каждого сотрудника переходит. Тоже рекомендую. Про автоматизацию процессов. Вот буквально у меня два слайда есть про автоматизацию процессов, а на самом деле тема очень большая, очень классная. Я вам рекомендую с нашими партнерами, с компанией Simple Digital, которые сегодня в чате нам помогают и потом с вами поговорят. Проговорить, что можно сделать внутри компании быстрее, как можно автоматизировать какой-то процесс, начиная от суперпростых, от заявки на счет, чтобы ее не носить никаким образом в бумажном виде или не передавать в электронной почте, чтобы это можно было очень просто автоматизировать внутри Bittrex 24. Это правда несколькими кликами делается. До более сложных процессов, до процессов найма, например, отдельной воронки HR. У нас есть инструмент, который называется смарт-процессы. Вот тут тоже, скажите, пользовался ли кто-то смарт-процессами. Можно плюсом-минусом, поскольку мы все с вами работаем. Тоже вижу минусы. Друзья, посмотрите, пожалуйста, на очень классный инструмент, который позволяет автоматизировать не только процессы продаж, которые есть. У нас есть воронка продаж, мы ее посчитали, автоматизировали, а у нас есть большое количество процессов внутри, которые требуют своей внутренней воронки. Это, например, процесс найма или адаптации сотрудников. Он тоже идет по стадиям, это тоже своеобразная воронка. Взаимодействие с нашими поставщиками точно такая же воронка. Согласование, например, договора точно такая же воронка. И у нас есть очень много процессов в компании, которые идут по некоторым статусам. Здорово, если бы мы видели эти статусы, понимая, кто ответственный на каждой стадии, и в каком состоянии сейчас находятся наши договоры, заявки, заказы, все что угодно. И смарт-процессы как раз дают простой способ без программирования автоматизировать и создать нам такую воронку. Тоже посмотрите, пожалуйста, в эту сторону с коллегами, пообщайтесь с коллегами-интеграторами. Значит, если там что-то очень сложное, то есть бизнес-процессы с визуальным конструктором, механика, которая позволяет более сложные маршруты документа или какой-то заявки простроить. Тоже посмотрите в эту сторону, если вы вдруг не вписываетесь в основное, но мне кажется, что большая часть процессов должна вписаться в вариант без программирования. Просто настройка определенных стадий и маршруты по ним. Очень важная часть экономит огромное количество ресурсов, в особенности в формате удаленки, гибридной работы, когда мы лично друг с другом не общаемся, когда мы не подпиши счет, спасибо, на расстоянии вытянутой руки работаем, когда между нами большее расстояние. Посмотрите, пожалуйста, много там оптимизации есть. Теперь давайте к продажам. Это последний, но самый большой блок у меня внутри презентации. Что у нас есть с оптимизацией продаж? Это CRM-система. Это уже фактически оптимизация продаж. И здесь мы тоже говорим, как и Александр в самом начале, что у нас не просто оптимизация ради сокращения расходов, у нас оптимизация ради увеличения прибыли. Там есть и увеличение прибыли, и сокращение расходов. Давайте посмотрим, в какой части что из них лежит. Первое, на что нужно нам обратить внимание, это коммуникация. Скажите мне, пожалуйста, мне сейчас нужна цифра. Давайте вот так вот, два ответа. Первое, знаете ли вы, какое количество каналов коммуникации у вас есть с вашими пользователями? Прямо, например, это три канала, это восемь каналов, это двенадцать. Вот здесь есть некоторые подсказки на слайде, вы можете на своем ощущении. И знаете ли вы, какое количество заявок приходит из этих каналов в месяц? Не нужно конкретную цифру, просто да или нет. Например, там, двенадцать – да. Или, знаю, сколько каналов, не знаю, сколько приходит из них лидов, заявок, запросов. Вижу пока минус, плюс. Ну, давайте плюс. Минус был на прошлый ответ от Евгения Кондратова, что плюс, знаю, какое количество, или знаю, какое количество лидов поступает, какое количество каналов у нас есть. Так, окей. Аудитория у нас сегодня продвинутая, судя по тому, как вы быстро отвечаете, что знаете количество входящих, исходящих каналов коммуникации. Так, Татьяна говорит пять. Окей. Предполагаем, что если вы пользователи Bittrex24 активные, то основное представление у вас есть. Для тех, кто не написал нам, постеснялся, например, да, или будет пересматривать свои процессы, вам нужно ответить на два этих вопроса. Первое. Какое количество каналов взаимодействия у меня есть с моими клиентами? Они вот здесь в подсказке, их на самом деле больше, но вы сами в общении со своими коллегами понимаете, где клиенты с вами общаются, в каких конкретно мессенджерах. У меня вот тут один пункт мессенджера, а может быть, у вас будет три мессенджера, разных, в которых общаются ваши клиенты с вами. Значит, почему это важно? Это важно, потому что сейчас не мы выбираем, где общаться с клиентами, а клиент выбирает, где ему комфортно общаться. И он говорит, я хочу общаться и там, и там, и там, и там. Клиенты разные. И мы должны в каждом из этих каналов присутствовать. Сделать это можно, но сделать это можно способом не оптимальным. Мы можем на разных закладках и в разных каналах в телефоне это делать. А можем подсоединить к CRM-системе все эти каналы и получать всю информацию у себя. 4+. Большое спасибо, Александр. Значит, смотрите, как только вы ответили на этот вопрос и подсоединили каналы к CRM-системе, вы можете ответить и на второй вопрос. Какое количество входящих обращений у меня приходит? Таким образом, мы не потеряем ни одно входящее обращение нашего клиента и можем контролировать, насколько мы вообще вовремя работаем с этими данными, с этими обращениями. Вовремя ли мы отвечаем, все ли мы окей делаем. Здесь есть еще один момент. Вот как раз перетекание между лидами и продажами. Когда маркетинг поставляет вам лиды с рекламы, с любой лидогенерации, а вы потом эти лиды обрабатываете внутри компании отделом продаж. Вот здесь отдел маркетинга, отдел продаж, или два человека, маркетолог и продавец или несколько продавцов, и вам нужно в единой системе посмотреть, как эти лиды пришли, сколько их, как их обработали. А как их обработали, это первый момент, быстро ли взяли их в работу, и второй момент, насколько качественно проработали. Быстро ли можно посмотреть в отчетах, насколько качественно придется залезть чуть глубже и послушать разговоры или почитать чаты. Это важно. Значит, каналы коммуникации подключили, подключаются они внутри CRM, через контакт-центр, там большинство вариантов есть, все цифровые каналы нормально ложатся. Даже не цифровые, можно дать номер телефона, который будет нарисован на билборде офлайном, и вы по входящей линии поймете, что эта реклама пришла с офлайн-билборда, что этот звонок поступил из того рекламного канала. Дальше мы их сегментируем. Чтобы их сегментировать, конечно, нам нужно заранее было подумать, и сегментация происходит по разным критериям. Мы с вами сели и сказали, что для нас с вами в этом бизнесе важно, чтобы мы знали про, допустим, B2B-компанию, у нас есть B2B, и мы говорим, нам важно посмотреть, чтобы была точно указана отрасль клиента, или оборот клиента, или география клиента. Вот мы выбрали для себя три таких показателя. Почему мы выбрали их? Потому что от этого зависит, как мы будем общаться с нашей аудиторией. Если нам критична география, мы проводим какие-то офлайн-активности. Ну, конечно, да, нам нужно выбрать всех, кто находится в Санкт-Петербурге, например, или всех, кто в Твери находится, и с ними поговорить вживую. Поэтому мы должны их так разделить. Или мы говорим по отраслям, очень важно разделить нам, потому что мы устраиваем разные мероприятия, или разное предложение для разных отраслей у нас есть. Разная услуга, разный программный продукт. То же самое касается и B2C-формата. Если мы там продаем корма для животных, нам нужно понимать, для каких животных мы продаем. Что покупает какая-то семья для своих питомцев, кто у них там живет. Собака, кошка, хомячки, рыбки. Разное предложение можем им сделать. Поэтому мы такой портрет клиента для себя сформировали. Тут важно, чтобы он не был очень большим, потому что 20 признаков вряд ли вы заполните, и ни по одному нормально просегментировать не сможете. Возьмите 3, ну, максимум 5, которые у вас есть, и идите их заполнять. Менеджеры заносят данные. Вы сможете автоматически часть данных подтянуть, например, рекламный канал, который есть. Возможно, вы по нему город вычислите автоматически. Но большая часть, скорее всего, будет заполняться вручную вашими менеджерами. Еще один пункт, который тоже рекомендую выбрать как вариант сегмента, это финальная отрицательная стадия ваших сделок. К вам попадают сделки, сколько-то процентов из них заканчивается удачно, но большая часть по практике заканчивается неудачно. То есть 10% условно успешно, а 90% нет. При этом это ваши потенциальные клиенты. Вы с ними уже поговорили, вы знаете, что они попадают в пул интересных вам клиентов, но прямо сейчас сделка не срослась. Вы можете сделать несколько отрицательных стадий, и нужно сделать несколько отрицательных. Положительных одна, отрицательных много. Вот почему сделка не удалась в этот момент? Потому что проект отложили, потому что выбрали ваших конкурентов, потому что отказались вообще от этого проекта, сейчас заморозили активность, потому что что-то произошло еще, потому что дорого, по ценам вы не подошли. И когда вы сформировали вот эти пункты и причины отказа автоматически сразу же распределяете, вы потом можете это при сегментации использовать. Вы можете прийти к вашим клиентам, ко всем, кто сказал, мы отложили проект через два месяца, например, и сказать, друзья, может быть время как раз подумать про возобновление проекта. Когда изменились внешние обстоятельства или вдруг выбрали ваших конкурентов, вы приходите через пару месяцев и говорите, ну как вам работает с нашими коллегами по рынку? Если все окей, вот у нас есть другие услуги, если что-то не то, мы готовы подхватить, мы здесь рядом, плечо подставим, можем продолжить с вами общение. Тоже для сегментации рекомендую использовать эта работа с вашей существующей базой. Вообще она супер важна, потому что сейчас все дороже и дороже, это не тенденция последних нескольких месяцев, это тенденция последних нескольких лет, все дороже и дороже привлечение нового клиента. Теперь еще и количество каналов сократилось, и там еще рост будет по цене, поэтому мы обязаны работать с существующей аудиторией, правильно ее записывать, формировать пул базы своих клиентов и уметь сегментировать, уметь работать с этой аудиторией. Больше ждать нельзя, знаете, как говорят. Есть у вас статические сегменты, есть динамические. Статические те, которые не меняются, условно город или отрасль динамические, например, период покупки. Совершили покупку сколько-то времени назад, месяц, полгода назад, еще сколько-нибудь. Вы можете сочетать и статический динамический сегмент, например, выбрать всех женщин, которые в Санкт-Петербурге совершили покупку в последние три месяца и что-то сделать с этой аудиторией. Сделать им подарок, позвать их на мероприятие, предложить им дополнительно что-нибудь еще. Это уже фантазия маркетолога, но принцип взаимодействия со своей аудиторией, правильная сегментация и предложение. Про повторные продажи. Давайте я выведу вам вот такую вот табличку. Я когда готовился, рассуждал про повторные продажи, и у меня получилось несколько категорий. Вот здесь есть семь, плюс ваш вариант. У вас получится, возможно, больше. Это семь типов разных повторных продаж. Я сейчас их немножко покомментирую, что из них что и с чем рекомендую очень работать. Есть регулярные повторные продажи. Если вы продаете полисы страхования, или вы продаете доступ к интернету, или что-то такое регулярное, периодическое, значит, у вас есть каждый год, каждый месяц, какой-то период времени регулярное обновление этого пула. Даже если вы продаете, там, не знаю, линзы, вы знаете, что коробки линз хватает на, условно, месяц. По статистике у вас есть такая цифра. И вы понимаете, что через этот месяц нужно заново покупать коробку линз, либо продлять страховой полис через год. Если у вас есть автомобиль, то вы отлично знаете, как страховые компании с этим освоились. Там у них все очень здорово, они вам звонят, ничего не пропускают, причем ни одна компания звонит, а несколько. Точно так же, по сути, нужно сделать и вам, чтобы вы не могли пропустить следующий период. Это регулярные сделки, они у вас постоянные, да, постоянно происходят. Есть периодические сделки, у которых период может быть, там, растянут. Через, там, каждые два года примерно вы обновляете телефон. Сейчас говорю условно. Или автомобиль, там, каждые пять лет, каждые три года вы обновляете автомобиль. Пара обуви классической нужна через определенное количество времени. Например, или вы, там, шьете костюм, и этот костюм, там, по статистике живет три года, потом его нужно будет заново пошить новый, чтобы выглядеть так же классно. Это вы знаете про себя, и это такие периоды, которые у вас индивидуальные, не четко описанные в договоре, а, скорее всего, так происходит. Значит, есть событийная история. Когда у человека есть день рождения, какой-то еще праздник, день рождения у детей, детские праздники, например, либо пара идет на фотосессию под день свадьбы. И вы тоже это записываете, и вот к этим дням вы превращиваете следующее предложение, следующая точка, к которой у вас может быть сделка. Четвертый пункт здесь – это сезонные. Вы продаете, там, не знаю, самки, елки, купальники, все, что нужно в определенный сезон. Наступило лето, у меня сразу же мысль, да, мне нужны солнечные очки, или мне нужна, там, футболка плавательная куда-нибудь. Либо, если я катаюсь на горных лыжах, вот, пожалуйста, сезон наступает, и мне нужно подумать про амуницию и оборудование еще разок. Нужно ли мне что-нибудь поменять. Есть кросс-продажи. Это продажи смежных категорий, когда у вас есть продажа основного товара, и рядом с ним что-нибудь еще лежит. Ну, если вы продаете, условно, станки, то рядом с этими станками, скорее всего, есть сервис на обслуживание этих станков. Вот, пожалуйста, вы перевестили соседнюю категорию и так далее. Если у вас в номенклатуре услуг или товаров нет смежных категорий, подумайте, пожалуйста, про них. У вас есть аудитория, им можно продать не только условный станок, но и еще что-то рядом к этому станку, потому что они потенциальные потребители. Контакт у вас уже есть, контакты этих есть, взаимодействие налажено. Следующая продажа тоже может быть, эта аудитория может быть восприимчива к услуге или товару, который есть рядом с вашей основной. Повышение в категории. Ну, давайте тоже посмотрим на условный спорт или тарифы. Если я пользуюсь каким-то из ваших тарифов, вы можете поднять меня на следующий. На повыше. Скажем, я покупаю у вас пакет услуг финансового сопровождения или аутсорс-бухгалтерии или еще дизайнерских услуг. Пожалуйста, можно дать мне больше часов, выше тариф, круче специалиста. Либо я на тех же лыжах катаюсь, и мне нужна другая амуниция. Лыжи классом повыше или доска для борда еще поинтереснее. А вот теперь новинка, еще что-нибудь такое. Повышение в категории. Ну и вторая попытка. Это по базе проигранных сделок. Мы с вами посмотрели уже на одном из предыдущих слайдов, как это может работать. Теперь, друзья, у меня снова к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько типов повторных продаж, я сейчас рассказывал про то, что есть у меня на слайде, есть у вас. Можно цифры, что у меня есть два из этих типов. Пять, три, сколько-то тоже можно написать в чат для того, чтобы понимать, какое из них, какое количество из них вы используете в работе регулярно. Так. Два, четыре. Спасибо большое, друзья. Значит, может быть, нет смысла стремиться, чтобы у вас было все семь, условно, потому что это от бизнеса зависит. Но сделать так, чтобы у вас точно были кросс-продажи, например, если у вас их сейчас нет. Или чтобы у вас появилась какая-то услуга с периодическими продажами. Почему это важно вообще, регулярные сделки или периодические продажи? Потому что вы так легче прогнозируете, сколько денег у вас будет в следующем периоде. Если у вас разовая продажа проекта, то вам каждый раз этот проект нужно будет продавать заново. Вы идете, смотрите, есть ли новый клиент на похожий проект. Если у вас есть регулярное сопровождение клиента, то, скорее всего, это меньшая сумма, но она постоянна. И вы легче планируете свой доход в ближайшем будущем. Посмотрите на эти категории еще раз, может быть, похоже. И можно ли что-то из этого применить к вашему бизнесу. Я сейчас покажу пару инструментов про автоматизацию разных категорий внутри BITREX24. Если у вас есть регулярные, периодические или событийные продажи, вот вы знаете день рождения семьи, день свадьбы, и, пожалуйста, следующую фотосессию на следующую годовщину нужно бы устраивать. Хороший тон, пожалуйста, нужно об этом клиентам рассказать. Можно посмотреть на регулярные сделки. У нас есть такой тип сделок внутри BITREX24. Они будут возникать у вас каждый месяц, каждый год. Как вы настроите? Вы их не будете пропускать, автоматически будут создаваться. Если у вас есть кросс-продажи, ну или вы сформируете сейчас кросс-продажу, можно посмотреть на тоннели продаж и разные воронки. Чаще всего в компании есть несколько разных воронок, потому что они отличаются. Я продаю автомобиль, это одна воронка, я продаю техническое обслуживание для автомобиля, это другая воронка, я беру машину на реализацию в трейд-ин, это другая воронка. Они друг от друга отличаются и идут по-разному. Я продаю станки и обслуживание к станкам, это разные воронки. Между ними настраивается связь. Как только я продал станок, мне нужно продать оборудование. И мы не теряем клиента точно так же, мы вот такие цепочки собираем заранее и по этим цепочкам запускаем маршруты наших продаж у клиентов, не теряя никого и получая дополнительно деньги с соседней услуги, потому что у нас все клиенты идут по очереди, не теряются между отделами. Повышение в категории. Тоже посмотрели уже на снаряжение, на что-то есть. Можно построить на роботах триггерах. Знаю, что многие клиенты делают отдельное поле для себя, такую как программу лояльности, когда у вас есть определенное количество, не знаю, баллов, очков, либо денег, потраченных на определенную категорию товаров. Как только оно доходит до уровня, не знаю, 5000 чего-нибудь, условных знаков, тогда клиенту улетает сообщение или менеджеру улетает сообщение о том, что смотри, клиент попадает в новую категорию, можно с ним немножко по-другому работать. Это такой аналог программы лояльности, но вообще можно работать автоматическими событиями. Пожалуйста, посмотрите на это. Ну и типа повторных продаж, сезонная или вторая попытка, мы идем в наш инструмент CRM-маркетинг. Вот там не только сезонная или вторая попытка, там очень разное количество категорий повторных продаж и вообще коммуникаций. Мы сегментируем аудиторию и приходим к ней с нужным предложением. Мы решили прийти ко всем клиентам, которые отказались от сотрудничества с нам, потому что отложили проект и мы выбрали их и пришли каким-то способом. Вот здесь есть разные способы. Есть массовая коммуникация, это рассылки. Есть персональная коммуникация, когда мы выбираем сегмент и прозваниваем его лично. Вот это называется генератор продаж. Мы выбрали сегмент и поставили его в план работы менеджером. Причины могут быть разные. Сформировали сегмент, поговорили. Это инструменты, которые внутри есть. Теперь про рекламные каналы немножко. Значит, наверняка вы знакомы с термином сквозная аналитика. А поскольку вы в Bitrix24 активно работаете, то, скорее всего, знакомы и с инструментом сквозной аналитики. Что самое главное он дает вам понять? Дает понять, какой канал приносит не нужное количество лидов, а нужное количество продаж. Очень часто маркетолог хорошо знает, сколько стоит заявка, но редко знает, сколько стоит продажа конечная. И какой из рекламных каналов дает в итоге сделку, а не сформированный внутри CRM-системы лид. Это важно, это можно подключить. Опять же, сквозная аналитика внутри Bitrix24, пожалуйста, есть. Так, друзья, я оставил немножко времени. У меня есть время ответить на ваши вопросы, если они сейчас возникают. Можно смело писать в чат, я буду подсматривать и постараюсь на эти вопросы прямо сейчас ответить. Так, если они есть, мы сегодня час двадцать разговаривали с Александром про оптимизацию бизнеса в разных его сферах. И в финансовой сфере, и в плане организации работы. Понимаю, что информации достаточно много, но окей, хорошо. Будем считать, что на большую часть вопросов мы ответили по дороге. Что самое главное сейчас нужно сделать после вебинара? Мы, мне кажется, дали достаточно много информации, которая потом должна превратиться в действие. Либо настроить в системе что-то, либо решить организационно у себя, как вы общаетесь с финансовыми инструментами, с платежами, с разными счетами. Какие правила должны работать в первой части, да, финансовой или во второй части в автоматизации Bitrix24. Если вам нужна будет помощь, то рекомендую общаться с нашими коллегами. Коллеги придут из компании Simple Digital, нашего интегратора, который классно знает продукт Bitrix24. Придут поговорить с вами, есть ли у вас задачи для Bitrix24, тем более, что вы уже в нем. И помогут автоматизироваться, подскажут, как лучше это сделать. Мы материалы, которые сегодня использовали в вебинаре, отдадим и отправим их по той же самой почте. Ссылочки направим, если вы регистрировались. Если вы здесь, то вы регистрировались. Ничего специально для этого делать не нужно. Вам желаю удачи, оптимальных расходов, оптимальных конверсий, на которые можно влиять и которые можно улучшать. Спасибо, друзья. Счастливо.